И еще одна девочка, есть у меня такая, в очной группе, она, у нее жажда знаний. Вот один пример, который я тоже хотела бы для вас привести, чтобы вы, в общем-то, вот в эту сторону не ходили. Она только начала погружаться вот в эту профессию изучников, ходит девочка на очные занятия, да, и она хватает чужие видео, учится там, учится тут, учится у меня. В результате у нее от разных методик каша в голове. Но ей настолько так все это интересно, интересна эта тема, понимаете, и она в этой каше начинает теряться. Она не усваивает до конца то, что предлагаю ей я, а я ведь иду от простого к сложному. Она забивает вот это вот мои знания еще и другими, тоже полезными, я не возражаю нисколько, но пока ей не нужными, пока вы делаете первые шаги. Не надо шарахаться от одной методики к другой методике. Вы сосредоточьтесь на чем-то одном. Я не настаиваю, что вы сосредоточитесь на моем. Если нравится вам там кто-то другой, да, пожалуйста, идите туда там по Ярково, Балановское, Паушки, да. Много ведь есть учителей на просторах нашего Ютуба. Но вы, понимаете, вы пройдите ту методику от начала до конца. Вы попробуйте ее на практике. Если она вам подошла, ну и на здоровье. Если нет, тогда вы уже будете знакомиться с другой методикой. Но когда вы вот так вот шарахаетесь и стараетесь подружить методику одного и опыт одного человека с другим, у вас иногда может быть взрыв мозга, потому что они, бывает, не дружат. У нас ведь у всех разный опыт, а у вас будет свой. И когда вы пройдете чей-то опыт, познакомитесь с ним, примете и начнете это все практиковать, вы на этот опыт наложите свой опыт, и у вас будет свое лицо складываться, свой бренд, если хотите, и это и будет верно, и это и будет правильно, это и будет единственно возможным. А потом вы уже в эту копилочку, когда у вас свое основание хорошее, надежное сформируется, свой фундамент, свой опыт, чтобы у вас была уверенность в ваших шагах, в вашей жизни, вы уже будете чужой опыт сюда добавлять и развиваться дальше.